Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Катунь24. С вами Анастасия Борисова. И вот самые актуальные темы к этому часу. 175 объектов благоустроят в этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Это парки, набережные, скверы, места отдыха, пешеходные зоны, спортивные площадки, мемориалы и дворы многоэтажек. На эти цели направят 688 миллионов рублей. Работа уже начается на 18 дворовых и 19 общественных территориях в Барнауле, Бийске, Заринске и других городах. А также в Родинском, Ключевском, Шипуновском и других районах края. Сейчас подрядчики демонстрируют старые покрытия и подготавливают площадки для новых построек. Напомню, до 30 мая на сайте 22горсреда.ру идет голосование за объекты, которые благоустроят в 2022 году. В Новоалтайске сотрудники полиции, старший лейтенант Алексей Демин, старшие сержанцы Сергей Тараканов и Алексей Филатов спасли людей во время пожара в частном секторе. Во время ночного патрулирования улиц полицейские увидели, что в одном из домов загорелась веранда. Люди оказались в огненной ловушке. Полицейские разбили окно и помогли выбраться из огня хозяевам, семейной паре. Было принято решение разбить в окно, выбить его. Залезли внутрь, вытащили женщину и мужчину, а то есть владельцев данного дома. После чего пошли выкуривать соседние дома и перекрывали дорогу до приезда пожарных. Поэтому мы даже не видели, тут уже не видели. Когда муж открыл окно, ой, дверь, коридор, огонь пошел весь на кухню. Сотрудники разбили окно, залезли в дом, помогли выбраться ему, разбудили. Ну и тут я уже встала и нас прям вытолкали в окно, они просто нас спасли. От супругов сотрудники патрульно-постовой службы узнали, что в доме имеются баллоны со сжиженным газом и они в любой момент могут взорваться. Полицейские оперативно организовали эвакуацию соседей и перекрыли проезжую часть до прибытия спасателей МЧС. Руководством принято решение о поощрении полицейских, сообщила официальным представителем ВД России Ирина Волк. И продолжаем выпуск. Электронные паспорта начнут выдавать в Алтайском крае. Они будут представлять из себя пластиковую карту формата простой банковской карточки с фотографией и основной информацией о владельце. Внутри чип с персональными и биометрическими данными, в том числе изображение лица, отпечатки пальцев и адрес регистрации. Можно будет установить специальное приложение на смартфон для упрощения всех операций с документом. В Москве такие документы поступят в обращение уже в конце текущего года. В регионах, в том числе в Алтайском крае, к середине 2023. Завершается прием заявок на участие в 23-м Всероссийском шукшинском кинофестивале. Попасть в программу можно до 15 мая, а сам кинофорум пройдет с 20 по 24 июля. Напомню, программа фестиваля включает основной конкурс, полнометражное игровое кино, конкурс короткометражных фильмов, внеконкурсные показы, ретроспективу отечественных фильмов, презентации кинопроектов и мастер-классы, творческие встречи гостей и авторов со зрителями. И продолжаем выпуск. Межрегиональный агропромышленный форум «День Сибирского поля» пройдет 22 и 23 июня на территории Сибирского агропарка. В рамках форума в Алтайском крае пройдет выставка племенных животных. Животноводческая площадка превышает 2500 квадратных метров. Подготовлены индивидуальные клетки и специальный манеж. В событии примут участие 22 племенных хозяйства. Гости агрофорума увидят лучших племенных животных региона – крупный рогатый скот, лошадей, овец, коз, уток и соболей. Их отбором занимаются специалисты Центра сельскохозяйственного консультирования. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Анастасия Борисова. Еще больше актуальных новостей ищите на нашем официальном сайте katun24.ru. А также предлагайте свои темы, возможно мы расскажем о них в нашем эфире. Не переключайтесь и смотрите Katun24.